Одна из причин, когда женщины принимают решение вместе с своей семьёй рожать дома, это то, что предыдущие роды были неблагополучны в родильном доме, либо была какая-то агрессия на эту даму, либо кто-то грубо обошёлся с ней, хотя сейчас это уже большая редкость. Но что-то не понравилось, что-то пошло не так в родах, и исход родов, может быть, у ребёнка какие-то проблемы, может быть, с женщиной. Это, конечно, поэтому женщина принимает решение рожать дома. Как мы к этому относимся? Это решение пациентки, это её законное решение, её супруга, её семьи. Но мы, как врачи, акушерогинекологи, зная о том, что роды будут дома, должны обеспечить, наверное, экстренную помощь в случае, если роды пойдут и дома не так. Вот это очень важно. Пациентка должна знать, если будут осложнения, кому обратиться, куда она приедет. Это очень важный аспект. Но самые лучшие домашние роды, мне кажется, это роды в таком перенетальном центре, приближённые к домашним. Это благожелательное отношение к пациентке. Она пришла к себе домой, она пришла в отдельную палату. Доброжелательное отношение, минимум лекарств. Вы знаете, у нас в перенетальном центре позиция такая, лечение, обследование пациенток, роды. Послеродовый период мы ведём с позиции доказательной медицины. Нельзя, чтобы была такая очень сильная агрессия, лекарственная агрессия на беременных женщин. Есть перечень лекарств, поверьте, небольшой, которые можно и нужно применять женщине во время беременности. Но, допустим, если мы знаем, что будут преждевременные роды, но предстоят преждевременные роды, избежать их практически невозможно, то мы вводим лекарства, которые предупреждают синдром дыхательных расстройств. Это важно, с точки зрения доказательной медицины это очень чётко выполняется. Либо кровотечение, либо высокое давление у пациентки. У нас есть алгоритм действий, который должен выполнить и начинающий врач, но, естественно, врач со стажем, чтобы работала команда. Ведение родов – это отдельная философия. Ведение родов – это отдельный подход к пациентке. И вот здесь никакой агрессии на рождение её будущего ребёнка не должно быть. Всё должно быть очень чётко, плавно и очень доброжелательно. И если, конечно, возникнет ситуация в родах неоднозначная, ну, допустим, страдания ребёнка, дистресс плода, мы должны очень грамотно объяснить пациентке, почему мы идём, допустим, на операцию кесарево-сечения. Она должна вместе с нами принять решение. Поэтому, что касается домашних родов, то, наверное, это выбирает пациентка. И мы должны даже на домашних родах обеспечить ей безопасность.